За вас. И за моё очко. О, здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Если вы смотрите это видео на ютубе, то оно очень хорошо, а если на яндекс дзене, то в принципе тоже неплохо. У меня также, ребята, есть телеграм, поэтому, чтобы меня не потерять, можете подписаться на телеграм. У меня тут код опять залезает куда-то непонятно на стол. Отлично. Что я сегодня буду вам показывать? Я это всё держала с января. Молодец. Я видела ваши запросы о том, что вы хотите, чтобы я вам показала лучший масс-маркет? Сегодня видео, ребята, не про это. Сегодня такие небольшие новиночки от Рут, потому что я говорю, я их давно купила. Рут можно теперь купить на золотом яблоке, во всяком случае, на 13 марта. Вот эту палетку мне отправили, а то, что я вам только что показывала, я купила сама. И купила вот такую палетку. Под Пури Flower Child. Whatever it means, I have no idea. Я ещё приволокла немножко бюджетной косметики, которая мне более-менее нравится. Потому что это сейчас достаточно высокий запрос на такое. И спонж у меня сегодня By Star. Он не отмывается, потом немножко такой грязненький. Тоже можно взять на Wildberries хороший бюджетный спонж. Мне его отправляли. Я сегодня пью рот был из бокальчика, потому что я экстра. Are you extra or basic? Мне очень жарко, поэтому я в такой футболочке тут присела. Давайте начинать. Я, ребята, сниму обязательно лучший масс-маркет. Во всяком случае, лучше, по моему мнению. Вот так вот выглядит моя кожа. Сегодня я просто в кремике, без праймера. И вот этот тон я решила принести. Это Catrice HD Liquid Coverage. Тут нам обещают стойкость до 24 часов. Матирующий, водостойкий и потостойкий. Эффект второй кожи 30 мл. И тут стекло. Очень хорошо. Catrice можно взять на Wildberries. Я обычно Catrice брала на Natina. Ну вот, вот как-то так. Я немножечко его потрясу все-таки на всякий случай. Я увидела такую информацию. Я не обижаюсь, ребята. Я очень люблю, когда вы оставляете мне комментарии о том, что надо наносить капельку. Ну давайте протестируем. Всего лишь капельку на все лицо. Но, да, я не умею краситься. Я никогда не заявляла, что я эксперт. Нанесем капельку на все лицо. Посмотрим, что будет. Аромат, кстати, у Тона приятный. Я впервые его опробовала в 2017 году. И мне он тогда понравился. Однако, меня смущалось, что к концу дня я выгляжу как губка поролоновая. Как вам такой вот эффект? Я буду краситься так, как я умею. И так, как я люблю. Если вы наносите каплю Тона и вас это устраивает, ну это, конечно, очень хорошо. Просто я всегда была за то, чтобы... Не то, что люди чужие макияжи не осуждали. Нет, осуждайте сколько угодно. Можно осуждать, можно как-то критиковать, конечно. Если особенно попросили критику. А если критику не просили... Пошел нахуй! Это не очень хорошо. Я всегда наношу много тона, но не так, что я им прям поливаюсь. А так, чтобы мне хватило еще и на шею. У меня очень большое лицо. Кто меня видел в реальной жизни, тот прекрасно знает, о чем я говорю. Мне, ребята, реально шайба огромная. Вот это меня устраивает. Соглашусь с заявлениями Катрис о том, что тут эффект второй кожи. Окей. Тон хороший. Вот если брать все тона Катрис, которые я тестировала... Так говорю, будто я тестировала 100 штук. Нет, только 2. 3 тестировала. Я вспомнила этот ужасный клиной Ди. 3. 3. Да, блядь. 3 консилера я тестировала. Просто я немножечко шалю. 3 тона я тестировала. Я вспомнила этот ужасный клиной Ди, ребята. И вот этот самый лучший. У меня еще был чу-скин. У меня что-то руки трясутся. Что происходит? В общем, чу-скин мне понравился. Но вот сейчас, сравнивая их... У меня он тоже лежит тут в запасах. Я бы сказала, что я вот этим пользовалась бы... С большим удовольствием, так сказать. Тон самый фиксирующийся. Прекрасно. И он средней плотности. Я вам его показывала уже тысячу раз. Время консилера. Где мне Катрис Трускин нашла? Ребята, так как сегодня Катрис, я возьму вот этот консилер. Вот Катрис Трускин. Его я брала на Натина или на Валберес. Вроде на Натина, я вот как вспоминаю. Консилочек хороший, но не лучший, по моему мнению. То есть я бы себе лично, вот когда видос будет про лучший масс-маркет, я бы, ребята, себе взяла из масс-маркета. Нет даже не Революшн и не Стеллари. Я бы взяла вот этот консилер от Эссенс. Мне он так понравился почему-то. Да, то вот этот такой он легкий. И если сравнивать его с люксом, то я бы сказала, он легкий, как примерно Шанель. Но это не аналог. Шанель немножко пластилиновый, тем более у него формулу обновили. Мало того, что он пластилиновый, он еще и какой-то как увлажняющий, что ли. И мне это не очень нравится. Я не влезаю в кадр, но вот как я выгляжу. Свежо, красиво и очень даже достойно. Вообще классный спонж. Мне больше понравился оранжевый, чем розовый. Я розовый даже, кстати, найти не могу. Тон сидит хорошо, но повторяюсь, ребят. Но нормальной кожи к концу дня мне не очень. Делитесь, кстати, в комментариях вашими мнениями по поводу вот того, что я сегодня показываю, если вы вдруг когда-либо тестировали. Потому что знаю, что у этого тона есть много фанатов. Но если у меня есть, например, выбор этот тон взять или Maybelline, я возьму Maybelline. Не знаю, чего мне к нему такое отторжение. Надо будет его каждый день поносить. Я вот пытаюсь найти у себя пудру из масс-маркета, но, ребята, мне очень нравится пудра от попа, вот эта сияющая. Ну и под глазами я Ruby Rose закреплю. А что нет? Кстати, Ruby Rose очень хорошая косметика. Как бы ее там никто не троллил. Здравствуйте, это я. Но у меня было целых два. Ой, какая она. Она очень, ребят, легко набирается, пылит сильно. Потому что она нежная. Короче, не два ли видео у меня по Ruby Rose было? Одно от 20-го года, а второе свежее. От 21-го. Я тестировала Ruby Rose то ли осенью, то ли зимой. Ну, короче, мне очень нравится у них тон. Он бюджетный и хороший. Пудра вообще восхитительная. Правда, оттенок немножко немой. Она темновата мне сейчас. Номер оттенка у меня 5. Лол, как будто я немножко обгорела. Но ничего, сейчас возьму попу. Попа вообще недооцененная косметика, ровно как и Physicians Formula. Но цены на Physicians Formula сейчас, ну, такие, знаете. Почему я не фиксирую, кстати, вот этот тон от Catrice? Потому что он самофиксирующийся. И проходить сверху пудрой не надо вообще-то. Но я просто хочу придать себе небольшое сияние. Лоск есть и пятна тоже есть, потому что пудра Ruby Rose. Спасибо огромное. Контурироваться будем этой палеткой. Палеточка Blush Crush. У меня была одна такая палеточка. Мне тоже ее отправляли с румяшками. Ой, я что, не открывала? Ни разу вроде открывала. Я ее отдала, потому что я румянами не пользуюсь. Почему я решила эту палетку оставить? Тут есть вот такая штука, которая на контур похожа. А бронзер мы тут с вами найдем? Думаю, нет. Поэтому контурируюсь этой палеточкой. Дивайн. Ну-ка, сводчи. Нет, ребята, это румяна. Очень жаль. Очень жаль. Но, ладно, румяшки нанесу. Я тут медленно, но верно привыкаю к такой вечеринке. Румяной. Поехали. Ой, блядь. Можно не так пигментированно? Я всегда брала Руд Косметикс на Вайлдберрис. Они появились там. Нет, не в 2020 году. Я вас буду обманывать, если это скажу. Я и брала на Вайлдберрис вроде весной, еще 2021. Давненько. Давайте, ребята, сводчики сделаем. Значит, в палетке 19 граммов и 9 оттенков. Получается, в каждом рефиле примерно по 2 грамма. Вот как она выглядит. Симпатичная. Рефила огромная. Кистью туда залезать очень удобно. Я вам уже делала один сводч, поэтому, наверное, его пропущу. О май год. Это что? Это тени? Серьезно, очень пигментированные вещи. Похоже очень на металлик. Наверное, это хайлайтер для каких-то креативных макияжей. Но он очень красивый. Однако, я бы на лицо себе такое не нанесла. Хотя, ребята, если вы загорелые, то думаю, что растушевать вот такую красоту было бы очень даже симпатично. В качестве сияющих румяшек каких-нибудь. Первые румяна тоже немного сияют. Ну, whatever. Как всегда, один-два сводч. Ребята, вас не обманула. Пропустила оттенок Дивайн, потому что он вот здесь. И на мне. Ой, я когда-нибудь научусь оценивать румяна. Но это очень-очень пигментировано. Почти как было у Бьюти Бомб. Какие у них румяна-то выходили. В плюшевой коллекции там тоже было столько пигмента. Но почему нельзя столько же пигмента пустить в тени? Ну, надеюсь, что в этом году все поменяется. И будут пускать столько пигмента в тени, а не в румяна. Вот знаете, я понять не могу. То ли я криво их нанесла, то ли румяна плохо наносятся. Ну, ладно. Вот такая палетка розово-оранжевых румяшек. У меня была еще синяя, но, к сожалению, я вам ее так и не показала. Вы уж, ребята, меня. Извините. Попробую растушевать. Не, я выгляжу просто очень смешно. Я румяный пирожок. Всем привет. Пойду найду хороший контур из масс-маркета. Мне очень понравился контур от Амита Нука. Однако, он рассыпчатый. Но вот эта вещь мне тоже нравится. У меня была новая, которую Евам и Зайк мне отправили. Но я ее решила отдать своей подружайке, у которой контура вообще нет. Хоть мне он и очень нравится, но, как бы, чего мне запаски хранить? У меня еще столько контуров много. Пусть она пользуется. А я, а это да пользуюсь. Тут уже такая ямка. Ну, ее не особо видно, но углубление тут сильное. По поводу контура от Artvisage, ребята. У меня видос выходил совсем недавно, но отснят он был давненько. Там я еще говорила про Анастасию Шпагину, что насчет ее кожи пошутили. И мне прилетело, конечно же, за это. Но я, что, не имею права мнения свое высказать. Имею. Ровно как и Даша Граф имеет мнение высказываться по поводу кожи других. Ничего такого. Я на нее за это не обижаюсь. Мне все равно. Буква Ю. По хуйю. И что хочу сказать. Да, контур Artvisage, ребята, он вот рыжий. Я когда монтировала видос, что сегодня у меня ничего не наносится. Все какими-то пятнами, может, мне кажется уже. Вот контур от Evo Mosaic. Почти не видно. Он достаточно серый. Теперь Artvisage Performance. У Кельвин Клейн есть такая линейка Performance. Смотрите, мне почему-то показалось, что Artvisage рыжит. Хотя вот на сравнении мне теперь кажется, что Evo Mosaic рыжит. Так, Evo Mosaic и Artvisage. Ну, ничего себе. Может, я там переборщила с бронзером. Artvisage Serie. Так, Artvisage как дела? Лучший друг. Ну, и Evo Mosaic тоже контур хороший. То есть, у них разница минимальная. Как-то сегодня они в настроении, что ли, снимать. Я не понимаю, что с моим лицом не так. Розовый фламинго. Кто знает эту песню? Мне она раньше не нравилась. Да и сейчас, знаете, тоже не очень нравится. Время бронзера. Стараюсь идти очень быстро. Ребят, бронзер вот этот от Catrice, который я вам показывала в косметике с Wildberries популярный. Он мне не нравится тем, что... Да, он сияющий, это круто, но в нем есть крупные блестки. Я сегодня попробую это дело вполировать. Catrice Sun Lover Glow. Окей. Оттенок 10. В нем 8 граммов. Поехали в бронзер. Ебаная Люся, я перепрощила. Короче, в нем крупные блестки. Он больше похож не то, чтобы на сияющий бронзер, а на хайлайтер. Поэтому мне он не очень нравится, но тоже неплохой. Как бы я не могу сказать, что это самый худший бронзер, который я когда-либо тестировала. Если бы у меня выбора не было, я бы его не купила, думаю. Потому что он очень уж сияющий. Я немножко убрала бьюти-блендером. Потому что, посмотрите, я сейчас сделаю, ребят, вам сводь. Запеченная текстура. Обожаю. Но когда вы его наносите, вот посмотрите, это перебор. Такого сияния имха в бронзере быть, ну, не должно. Он реально светится как хайлайтер. И для белоснежек он тоже вряд ли подойдет, потому что он очень уж насыщенный пигментом. Хотя у вас расход будет поменьше. Окей, ребята, мне надо сделать брови. Для бровей у меня сегодня вот такая помада от Top Face. Но я, наверное, тогда уж и хайлайтер Top Face возьму. Чего мне терять? Давно не показывала Makeup Obsession. Решила его взять. Давайте быстренько хайлайтер нанесу и пойду. Makeup Obsession Mega Lightning. Сколько граммов? А, все, 7,5. Ну, ладно, норм. Нормас. Тоже запеченная такая формула у него. Это хороший белый хайлайтер. И, ребят, у меня сегодня руки из жопы, серьезно. Понять не могу, Red Bull на меня так влияет? Или что? Вот сейчас такие хайлайтеры непопулярные. Типа, они создают полосу некрасивую. И люди уже от такого уходят. Но, честно, я очень люблю такую сияющую вечеринку. Особенно на нос тут нанести, чтобы его немножко выдвинуть вперед. Вот зачем я это делаю. Ну и так слегка вот тут нанесу, рожки такие сияющие себе сделаю. Окей. Все, я готова. Хейтеров я отражаю. На Яндекс Дзен, кстати, комментарий первый пришел. И так красотой не блещите. Еще эта штука в носу, Марин Сергеевна. Ладно, ребята, я пойду сделаю брови и вернусь к вам. Да что ты говоришь, моя хорошая. Готова. Обожаю эту помаду для бровей от Туп Фейс. Шикарная. Брови я обрезала консилером от Катрис. Вот этим чушь скину. У меня оттенок 0,10. Обманула 0,02. Ей сегодня люкс визаж. Конкретно вот такой. Тоже уже вам его показывала. Ребята, сейчас будет такой контент, в котором я вам уже много чего показывала. Потому что новинки сейчас особо не выходят, да? А если и выходят, то их не заказать. И лучше экономить, когда, знаете, YouTube монетку обрезал. Но если вы смотрите меня с VPN, я вас благодарю. Я не буду ставить рекламу каждые 3 минуты, хоть очень хотелось бы. Я, как всегда, буду ставить каждые 5 минут рекламу. Поэтому, если вы смотрите, ребят, спасибо вам огромное. А если вам неудобно смотреть с VPN, можете мне без рекламы смотреть. Сейчас даже доход от премиум аккаунтов обрезался. Если вы из России, если вы вне России находитесь, то, конечно, монетка с премиума, монета с платной... Монета со спонсорства идет небольшая. Ну да, короче, благодарю вас за то, что вообще просто смотрите меня и поддерживаете активность. Потому что вдруг монету вернут. Я не хочу забрасывать канал. Я очень сильно люблю делать свое любимое дело, да. Я обожаю показывать вам косметоз и просто орать с трэш-косметики, которую я тестирую, кстати, достаточно часто. Окей, праймер, это Revolution. И дело вопроса. Марина, подскажите, пожалуйста, праймер из масс-маркета для жирных век. Ребят, я знаю только Smashbox, но он не бюджетный. Поэтому я не могу вам ничего посоветовать, к сожалению. Я очень люблю вот этот праймер. Именно для жирной кожи век. Простите, у меня нет идей. Если будете сочить в магазине, то смотрите, чтобы была такая более плотная консистенция. Так, убираю маслица. У меня сегодня это от Clorans. У меня на фоне там пакет Clorans стоит. На удивление, мне Clorans прислали PR. Интересно. Стоило пожаловаться, что PR не присылают люксовые бренды. Давайте помадку сначала протестируем. Да, я знаю, что я праймер нанесла. Но ничего, пусть посидит, пусть впитается, так сказать. Вот эту помаду я купила, как только она вышла. Я что-то зашла на Wildberries. Зашла на бренд Rude. Rude или Rude Cosmetics или Rude Cosmetics. Но все его называют Rude. Отсортировала все по новинкам и увидела вот такую новиночку. Honey Glazed Shine Lip Color. То же самое, что было у Max Factor 20 лет назад. То же самое, что сделали NYX. В принципе, работа одинаковая у всех этих продуктов. То есть сначала вы наносите цвет, а потом сверху блеск. Я бы, наверное, воспользовалась карандашиком, с вашего позволения. Потому что я дама Криворучкина. Это Influence Beauty 05. Я не знаю, подойдет ли он сюда. Ну пусть будет. Скажу, ребята, такое же такое интересное. Вам не обязательно нужен карандаш для губ, особенно для кремовых помад. Вы можете просто взять детальную кисть маленькую. Ну вот, например, такую. И кремовую помаду аккуратненько нанести на контур. Однако для жидких помад это не сработает. Тем более для таких текстур. Ммм. Аромат странненький такой, цветочный. Ай, карандаш темнее. Нанесение с одного свайпа не полосит. Удивительно. Свежак. Мне нравится. Окей, подожду, пока она зафиксируется. Потому что я помню, что NYX склеивал мне губюхи. Сейчас поглядим. Пока ничего не склеивается. Ладно, я, может, не буду даже блеск этот наносить. Я ее тестировала один раз, и она была достаточно стойкая в тот раз, когда я ее, собственно, тестировала. Перейдем к вот этой палетке. Я видела у кого-то из ребят в инстаграме, что вышла еще одна. Тоже пупа-пури, пупури, flower child. Хипстерское такое оформление. Мой друг под кислотой. Мой друг. Пока это можно говорить? Так можно шутить? Надеюсь, да. Мой друг под кислотой. Мой друг. Вау. Сзади нам показывается, что есть в палетке. Ну-ка, что тут есть? 30 прессованных пигментов и теней. Интересно. Create your own put-puri. Я не знаю этого слова. By drying out the petals of this warm-toned palette. Warm tone. Не, не люблю я теплые тона. Ну, ладно. Ребята, совершенство в деталях. И вот эти рефильчики, они такие объемные. Вам, наверное, не особо видно, что они объемные, но это трогать приятно. То есть, вложена душа. Cruelty free, как всегда, веганская и без парабенов. Тут написано, you will become the flower child of your dreams. Flower child. Это вроде даже субкультура. Не палетка, к сожалению. А, помада заматировалась. Охуеть не стоит. Ребята, она не склеивает. О май го, приятно. Мелочи приятно. Так, у меня садится батарея. Минуточку. Сводка звука. А, батарею я заменила. Ребят, как думаете, стоит блеск наносить или нет? Я не хочу. Пока не буду. Пока что посижу так. Но я хочу бахнуть Red Bull. Есть такая интересная вещь. Я на акции практически никогда не смотрю. Но Red Bull я беру всегда только по акции. Заглядываем, ребята, внутрь. Вы будете первые. Хотя я уже ее видела. О, вау. Такое тут зеркало. Вот там моя замечательная камера. Очень миленькое оформление. Но, ребят, в зеркало это красится не совсем удобно. Оно так вот сделано, да? Но когда вы краситесь, вы же не и так палетку держите, а вот так. Ну, я вот так держу, во всяком случае. И вот что у нас внутри. Такая симпатичная 30-ти цветовая палеточка. Действительно теплая достаточно. И здесь есть прессованные блестяшки. Один, два. Где-то еще были тут. Не вижу. Три и четыре. Да, я вроде вас не обманула. Вот четыре прессованных блестяшки. Смущает ли меня это? Очень сильно. Я так не хочу. Я не готова к такому. Ребята, я уже тестировала эту палетку и выкладывала даже на вас брестовые фоточки. И скажу вам, что вот, например, оттеночек бамбу вот этот, он тушуется. Бля, где я вам делаю сводч? О май гот. О май гот. Смотрите. Она тушуется хорошо, эта штучка. Я давайте, чтобы не быть голословной, просто вам покажу. Так, кисть чистая просто в пигменте по классике. Я беру бамбук. У меня уже праймер зафиксировался. И, чтобы добиться цвета, лучше наслаивать вот этот бамбук не такой кистью, а именно набивать. Это та палетка, с которой вам придется работать в набивку. Но, ладно, вы набиваете вот так, набиваете, набиваете. Мне лень вот сейчас так сидеть и набивать все это дело. Плюс я вам так и не показала вот эту жидкую тенюшку от Sample Beauty. Поэтому я беру жидкую тенюшку от Sample Beauty. Так вот сверху бахну. На праймер молодец. Сейчас, к сожалению, эту тенюшку не купить, но вдруг вы, ребята, находитесь в какой-то стране, куда Beauty Bay доставляет. Это хорошая тенюшка. Ну или, может быть, вы сможете ее приобрести уже в будущем, когда найдете этот видос. Тень превосходная. Она очень пигментированная. Тушуется легко, фиксируется долго. Благодаря чему вы можете с легкостью ее растянуть. То есть, если бы она быстро фиксировалась, работать с ней было бы в разы сложнее. А тут можно посидеть. Это как с латексным клеем. Вы можете посидеть, долго там ресницу клеить, как-то загибать, выгибать. А я, к сожалению, латексный клей не использую. У меня на латекс глаза чешутся. Да и не только глаза. Наконец-то сегодня буду делать то, чего я хочу. Поэтому я вот так туда вот оттушевала. Без каких-либо стеснений. Прям далеко и надолго. По бровям по своим. Все, поехали. Сверху я закреплю как раз оттеночком бамбук. Бамбук, бамбук. Помню, я была в Турции. И мама пошла сделать себе новый цвет. Покраситься, короче. И меня вот этот парикмахер попросил ему кое-что подать. Он говорит, о, ты тут стоишь, подай мне, пожалуйста, бамбук. Я такая стою и понимаю, что... Я понимаю, что он от меня хочет. Но вот слово бамбук... Я забыла. Бамбук для меня в голове это был хлопок. Но я такая стою и смотрю, он ей голову смывал. Ему надо было протереть, короче, тут краску. Я стою и думаю, какой, блядь, хлопок. Мужик, тебе чего надо? И он такой, дай бамбук, дай бамбук. Я говорю, какой, бамбук, где он, что расчелся, кажется, это хлопок. До меня потом дошло, что это вата. Трэш. Я турецкий знаю, кстати. Нормально так, достаточно неплохо. Я его не только что начала учить, я его учу давненько. Вот. Но я просто об этом не сообщала, ребят, потому что зачем. И, кстати, тоже по поводу вопроса изучения чего-то новенького. Я беру оттенок Cattail, темно-коричневый. Я все еще придерживаюсь такого мнения, что вы можете, конечно, знать. И семь языков, и десять, все хорошо. Но почему-то у меня в голове такая сидит вещь, что вы можете на C2, это самый-самый высокий уровень языка владения, вы можете на C2, ну или Proficiency, изучить только два, два языка. Знать свой родной, естественно, ну я русский не знаю на C2, отвечаю, у меня русский очень плохой. Вы можете знать свой родной язык, еще какой-нибудь иностранный и еще один. И то там будет C1 такой с натяжкой к C2. А когда у вас их семь в голове, они, во-первых, путаются, они, это особенности мозга. Когда у вас комната пустая, все хорошо. Но когда у вас в комнате очень много лежит вещей, да, она захламлена, то вам становится тяжело найти какое-то конкретное слово. Именно из-за этого я иногда свою речь вставляю слова из других языков. Думаю, что, ну, это очевидно. Это работа мозга. У всех людей так, не только у меня. У всех, кто знает более трех языков, как минимум. Так, что это я потянулась к карандашу от Smashbox? А у меня нет из масс-маркета, ребята. Блядь, сори. Я беру Smashbox. Тени эти тускнеют. Но я так хочу с вами поговорить, ребята, по поводу изучения. Я думаю, что семь языков вы можете выучить максимум на B1, но B2 ладно. B2 окей. Но не выше. Я считаю, что знать вот эти все, ой, десять языков, я умею говорить. Да, ну, базово. Мне вот это не надо. Мне хватает английский, норвежский, ну, и чуть-чуть вот до B2 дотяну. Ладно, до B1 хотя бы я дотяну свой турецкий. А выше мне не надо идти в турецком. Я это прекрасно осознаю. Почему? Почему мне надо идти выше? Не знаю. Я не собираюсь обсуждать какие-то высокие материи на турецком. Хотя хотелось бы. Но у меня просто реально такое вот устой, что не выучить вам семь языков на C2. Нет, нет, нет. Нет! Пришлось пойти поискать вот этот клей от Unicorn Soproof. Я всегда говорю Unicorn Cosmetics, но это Unicorn Soproof. Купить можно? На почте, блядь. И в Литуаль. Я брала в Литуаль, конечно же. Тоже давно хотела просто обзор сделать, потому что, ребят, видела ваши запросы. В нем 15 мили... Нет, ноябово. На, ёбщики, сколько миллилитров? Не предназначено для использования детьми. Что это было? Не предназначено для использования детьми. Хорошо. Детьми, ладно, я не буду троллировать. Ребят, не вижу, сколько тут миллилитров. В ней написано 40 годности, 6 месяцев. Все, на английском. Окей, читать не буду. Я знаю английский. А куда я полезла-то в клей для блесток? Я беру огромную кисть. Это заева. Я беру оттеночек Winter Cream. Блин, ну и название. Немножечко вот так оттушую зелененький. Тени тушуются между собой превосходно. Но в чем проблема? Они тускнеют. Вот имха. Тупо имха, они тускнеют. Я эту палетку носила пару дней. Ну, говорю с января, блин, лежит уже середина марта, извините. Она, короче, тускнеет. Особенно коричневый. Но если вы на подложке работаете, то не потускнеет. Хорошо. Если вам это не надо, не работайте на подложке. Подложкой может уступать карандашик. Так, я беру клей. Сегодня я, ребята, сделаю все-таки блестяшки. Я хочу вам их показать, потому что не все здесь очень крупные прессованные блестки, которые, по идее, называются глиттер, но я ненавижу это название. Клея надо совсем немножко. Видите, сколько я набрала? Это перебор. Поэтому я нанесу вот так. А часть я сниму об салфеточку. Перерасход продукта. О, мой го. Кстати, Литуаль был последним магазином, который цены поднял. Я такая побежала закупать стейлодер Диабл Уэйр про запас. У меня есть три тона, но я еще два куплю в запаске. Ну, уже точнее купила. И что я вам хочу сказать. У них была цена стандартная. Три пятьсот, что ли? Я всегда, кстати, когда стейлодер покупала, я никогда не попадала на акции. И всегда брала примерно за эту цену. Может, один раз попала, когда он две пятьсот, что ли, стоил. Может, я вас обманываю. Но сейчас, короче, стейлодер стоит под пять косарей. Обидно. Блядь, дорого. Пиздец. Что делать? Курс доллара растет. Я возьму большую кистурину. Вот эту. И, ребята, хочу вам показать оттенок Sugar Plum. Я его ни разу не брала. Смотрю, он вообще не тронутый. Sugar Plum. Пойдет ли он сюда? О, мой год. Очень красиво. Макияж, кстати, похож на тот, что я на Wildberries выложила. Странно, что Wildberries не дает никакие монетки за отзывы. Алиэкспресс вроде дает, если вы с телефона пишете отзывы, то вам даются монетки, которые потом можно поменять на что-то. Очень красивый оттенок, но мне века сживала. Но мне нравится. Симпатичненько. Так, я к вам приближусь, покажу вам, что выходит. Тени, повторяюсь, тушуются хорошо. Ну, видите, куда я, помните, тушевала? А, потускнела чуть-чуть. Но все же, минус неприятный. Я не припомню, чтобы тени Руд Косметикс тускнели. Я такого не помню. Мне такое не нравится. Ну-ка не тускнеете. Беру опять бамбук и здесь пройдусь. Кстати, не осыпается, но вот металлик у меня осыпался немножко во время нанесения. Хорошо. А что я вам хотела показать? На нижнее веко, ребята, я нанесу вот эту блестяшечку. Я вам ее сейчас покажу. Я уже пробовала агаву. Я ей делала стрелу. И я возьму сегодня цитрус. Попробую без клея нанести. Это, конечно, такой опасный трюк. Я когда на эту палетку смотрю, я хочу делать только зеленые макияжи. Мне больше ничего в голову другого не приходит. Я вам блестки на глаз наносить никогда не советую. Не надо этого делать. Это, ребята, на ваше усмотрение. Пью за вас и за свою змею. Ай, вам не видно. У меня, короче, змейка новенькая. Хорошо, что я сводчин не делаю на правой руке. А змейку я в Телеграме уже показывала. Ребята, вот серьезно. Что вы видите, когда смотрите на эту палетку? Видите ли вы розовые макияжи? Наверное, из-за фона я их тоже немножко вижу. Но все равно я сейчас попробую сделать что-то розовое, раз нам тут дается столько розовых оттенков. Не люблю я розовые макияжи. Вот здесь сделаю что-то розовенькое, без подложек, но на праймере. И вернусь к вам. По подводке, кстати, у меня ничего для вас нет сегодня нового. Подводка моя любимая от Essence. Я тоже купила себе 5 штук про запас или 4. Не помню. Ну, короче, сейчас сделаю тут что-то такое розовое. Может, хайлайк попробовать. А, какой хайлайтер. Вот, и вернусь, ребята, к вам. Будем делать сводчи. Может, нанесу, кстати, блеск. Шикарная помада. Окей, сейчас вернусь. Готово, ребята. Вот так выглядит мой глаз. Очень странно я тут себе что-то сделала, но меня на большее не хватило на самом деле. И я вспомнила уже под конец, что, видите, подводочки у меня есть активирующейся водой. Я не знаю просто, как это еще сказать. Я сделала сводчи заранее, чтобы не тратить время. И, ребята, фиолетовый потускнел. Как такое вышло, я не знаю. Я еще хотела посмотреть, будут ли они трескаться. Но, как видите, вроде все сидит на месте. Пожалуйста, фокус. Ничего не потрескалось. Самый яркий это зеленый. Но эта палетка пришла мне с небольшой трещиной. Здесь ее, наверное, ребята, не видно, потому что моя камера не очень любит неоны. О, вот так видно. И, ну, немножко отличается то, что я вижу в реальной жизни, от того, что я вижу на сводчах. Оно выглядит вот так. И вот сводчи. Блин, не знаю, ребята, как вам показать. Короче, они немного бледнее, чем то, что в палетке. Но при вот таком прямом свете, повторюсь, это неоны. Моя камера их не видит. Вот они так выглядят примерно. На сводчах это больше пастелька. Пастелька. И я не знала, опять же, куда добавить, поэтому просто обвела стрелу. Подводка у меня Top Face Instile. Вот это. Видос все лицо Top Face уже был. И я очень хотела посмотреть, как темный фиолетовый, он у меня наверху растушеван тремя оттенками. Как он поведет себя на подложке. Из такого темного достаточно карандаша. Вот что получилось. То есть, затемнять у вас получится, ребят, только через темные карандаши. Может, даже на черный его можно было бы нанести и черный растушевать. Это у меня карандашик от Flormar. Брала я его в Турции. Extreme Tattoo Gel Pencil 05 Very Berry оттенок. Ну, естественно, это дело водой легко смоется, потому что это лайнеры, которые активируются водой. Такая маленькая палеточка. Цену я не помню и называть не буду, потому что цены сейчас такие своеобразные. Может, прикреплю вам скрин, за сколько я ее брала. Если я вообще не заленюсь на монтаже. 20 граммов, и меня смущает, что нет никаких разделителей. Я поэтому не люблю вот такие лайнеры. Именно в маленьких палетках без разделителей. Меня это смущает. Я такое не приветствую. Короче, вот такие макияжики вышли. Здесь у меня, кстати, моя любимая подводка от Essence. Постоянно вы спрашиваете, Мариха, какая же у тебя любимая подводка? Вот она. Нашла в золотом яблоке остатки. Просто фокус. И купила ее про запас себе. Купила я эти подводки, не помню, ребят, когда. Но числа 19 февраля или 17, потому что вы мне написали, что на золотом яблоке остались, Мариха, покупай. Вот я и купила. Она почти закончилась уже. А, вот. То есть подложка у меня здесь только на нижнем глазу. Вот тут и подсветила уголочек я вот этим оттенком. Все. Я все рассказала. И теперь буду делать свотчи. Постараюсь, в всяком случае, свотчи сделать. Блин, какой стойкий карандаш этот флормар. Это вообще не отмывается. Много у меня мыслей по поводу палетки. И к ней, ребят, рука неспроста. У меня не тянулось все это время обзор снимать. Запросы были, да. Ну, вот в январе где-то. А тушь у меня сегодня Эвелин Вариете. Мне она нравится только на нижних речнях. С верхними она ничего не делает. Но все равно речник клею. Я сейчас блеск нанесу. Это вдруг кому-то интересно, как все это дело выглядит полностью, когда вы используете продукт по назначению. Одного окунания аппликатора с цветом не хватило, чтобы полностью кувешки закрасить. Но блеска не хватает. Ну, окей, вечеринка такая блестящая. Не люблю я блески, на самом деле. Ну, не очень мне нравится такой эффект. Как я и говорила, в палетке 30 граммов, 30 одинков получается в каждом рефиле по одному грамму. Я думаю, этого достаточно. У меня тут один оттенок. Я только что заметила какой-то кривой. Ну-ка, на место, на место. Не встает он на место. Я его уже засвочила случайно. Ребят, пойду, наверное, по таким оттенкам, которые имеют хоть какой-то цвет. То есть прозрачный я свочить не буду. Вот этот я брала сюда в тушевку. Pine Cone. Знаете, что такое Pine Cone? Это шишка. Но интересно, что Pineapple. Ладно, мы не будем придираться тут к названиям. Ребят, тени тускнеют. Вот все, что я могу сказать. Если для вас важно, чтобы ваша тень не тускнела, то, наверное, палетка не для вас. Но для меня это не сильно критично, потому что оно потускнело... Блядь, пиздец, как сильно потускнело. Вообще почти не видно, что у меня тут коричневый нанесен. Ну да, для меня это критично. Но, в принципе, подложками уж можно выкрутиться. Тем более, если она вам нравилась. Так, еще заодно блестяшки буду брать. Точнее, металлики. Если она вам нравилась, я думаю, вы можете ее взять. Она есть на Озоне, на Wildberries и на I Love Makeup. Тоже должна быть, потому что I Love Makeup – это официальные представители данного бренда в России. Палетка теплая. Я еще видела, что эту палетку сравнивают с, как называется, Be Perfect Carnival Antidote. Я для этого, блядь, и специально этот Antidote заказала. Я вообще не хотела ее брать, потому что с этим... Я не все сводчи делаю, говорю, пропускаю светлые оттенки. Потому что с Be Perfect у меня такие отношения. То хорошая палетка придет, то не очень хорошая. И это не только у меня такое. Это у них просто партии разнятся по ходу. Поэтому такое дело есть. Я, ребята, сейчас вот эту палетку засводчу. И, конечно же, покажу вам сводчи еще с Be Perfect. Но это вообще несравнимые вещи. Извините. Ладно, сравнивать масс-маркет, инди-бренд и инди-бренд чуть более дорогого сегмента. Я оттенком тоже тут тушевала себе что-то. Это не дело. Я считаю, что лучше не сравнивать. У них цены абсолютно разные. Так, у меня уже нет места. Такое ощущение, что все одно и то же сводчу. Окей. Короче, она похожа по цветовой гамме на Antidote. Хорошо, похожа. Но стоит ли думать, что вы покупаете то же самое? Не стоит, конечно. Однако, хотели Antidote. Но не получится, например, сейчас заказать, если вы находитесь в России. То, ну, это хорошая замена. Здесь и оттенков поменьше. Так-то гаммы в целом похожие. Все, последние четыре оттеночка. Куда бы мне их засунуть? Вот с этой стороны тогда сделаю. Ребята. Ух, какой хороший. Какой яркий сатин получился. Это что такое? Почему так ярко? Нет, это не сатин. Это опять такая текстура, название которой, ребята, я не знаю. Потому что, потому что очень похожая текстура была у Джеффри Стар в этом, в фиолетовой палетке. Красный оттенок. И я даже тогда не знала, как ее назвать. Но это не сатин, это не металл. Ну, вот кислотч и реально палетка теплая. Но я в ней вижу только зеленые. Потому что я очень люблю зеленые оттенки. Однако, можно сделать и что-то вот такое розовое и яркое. Особенно на подложке. При волоку антидот. Что, зря купила, что ли? Не зря, конечно. Мои хорошие. Ребята, сладкие. Нам нужен обзор на вот эту вещь. Может, в будущем вы сможете купить? Или как-нибудь через посредника приобрести? 5 на 9, 45. Здесь 45 оттенков. Ребят, вот как она выглядит. Ну, действительно, гаммы похожи. Есть что-то общее. Да, есть вот такие мотивчики. Теплая, осенняя, вечеринка, зеленая. Но, ребята, Be Perfect. Это очень пигментированная штука. Я думаю, это надо понимать. И реально, мотивы схожи. Ой, какая же она огромная. Но минус Be Perfect вот этой палетки карнавал в том, что там отвратительные металлики. То есть, там нет вот такого чего-то красивого, сияющего. Но этого тоже нет. Мне этот оттенок абсолютно не нравится. Там нет красивых каких-то металлов. Я сейчас... Там нет красивых спарклов. Даже вот здесь врут косметик. Зайдем я где-то в начале. Я сейчас свочи не сделала. Ребят, пропустила свочи. Извините. Вот этот Sugar Plum. В Be Perfect такого нет. Там есть что-то похожее. Вот, например, возьму, не знаю, пару оттенков. Так, рандомно. Мне очень нравится вот этот красный. Уже места нет. Так, Be Perfect показываю. Такой металлик. Еще один металлик. Они здесь очень жирные, но они не сияют. Ну и сюда красный свой любимый за сводчу. Такая вещь. Они, видно, что чем-то отличаются от руд немножко. У руд они все-таки более сияющие. Ну все, я сделала все сводчи наконец-то. Сразу же тоже скажу по минусу Be Perfect. В нем нет чего. А нет, есть черный. Я вас обманула. Даже темно-коричневый есть. А вот в руд, ребят, здесь нечем затемнять. Например, зеленый. Тут есть, конечно, коричневый, но тени не очень сильно любят наслаивание. Потому что я тут работала от темного к светлому. Чуть-чуть потускнела, блин. А у меня еще тут, кстати, полоска из блестяшек тоже из этой палетки. И, ребята, тени не любят наслаивание. Лучше работать не от светлого к темному. То есть вы светлым тушуете, потом еще более темным. И самым темным затемняете. А здесь лучше все-таки начать с темного. Да, темный наслаивать. Седьмой раз перезаписываю эту фразу. Вот этой кистью я наносила самый темный оттенок. Прям набивала. Но не так набивала, что в 10 слоев у меня с третьего слоя выдался темный оттенок. И я его потом уже тушевала более светлым, еще светлым, еще самым светлым розовым оттенком. Лучше от темного к светлому все-таки. Поэтому коричневый, то, что он тут для затемнения, да, он не подойдет для, например, моей классической работы. Как я делаю сначала средний оттенок, потом уже тушую средний глубинный оттенок светлым и затемняю темным. А потом уже... И да, вот так я работаю. То есть мне тяжело работать сначала затемнить, потом оттушевать и так делать. Я, конечно, это умею, просто это занимает чуть больше времени. В целом неплохая палетка. Но нет темных для затемнения. Коричневый, повторяюсь, да, вы не затемните, он просто не наслоится и все. Тени не любят наслаивание. У меня в третий слой, вот здесь я пыталась что-то оттушевать, уже ничего не тушевалось. Тени будут оставлять стейн, то есть пятно я пытаюсь смыть, но оно не смывается. Почему такое происходит? Тени веганские, ровно как и Be Perfect, тоже будет оставлять вам стейн. Вот у меня здесь был красный засвочен металлик, но он не так долго был, как вот этот. Поэтому этот оттенок не такой сильный стейн и оставил. Так, закрываю я свой Be Perfect, мне она очень нравится. Я ее хотела и вот взяла, кстати, не помню по какой причине, потому что я хотела. Я подумала, я что не могу себе купить Be Perfect, я ее так хочу. Но я очень долго думала, когда она вышла давненько, я вот сидела, думала, надо, не надо, обзоры смотрела, что люди мне очень нравятся. Думаю, мне нравится такая красивая гамма. Вот купила и пользуюсь на здоровье. Поэтому, ребята, если вы хотите эту палетку, как я вот с Be Perfect, не смотрите на негативные отзывы. Посмотрите разные отзывы, разные стороны вопроса. Я бы этой палетке поставила, ну только из-за того, что гамма вот эта розовая немножко не моя, я бы оценку снизила. Но если думать холодной головой, она качественная. Минус не наслаивается. Надо работать от темного к светлому. Нет темных оттенков для затемнения, но есть светлые для тушевки. Есть красивые желтенькие, яркие такие, весенние и гамма тоже такая весна, осень, осень-весна, симпатично. Да, хотели, пожалуйста, 1 грамм продукта в рефиле, это не 0,7, но и не 1,5. Думаю, что вам она понравится, если вам нравится такая гамма. Опять же, металлики, прессованные вот эти брестки. Они мелкие, но лучше на клей, не надо, как я тут, без клея, да, наносить. Лучше на клей и очень аккуратно, чтобы не попало в глаз. Потому что, если вам в глаз попадет, я тут не виновата. Вы сами нанесли, я вам не тыкала в глаз этими блестяшками. За них ставлю огромный минус, потому что, ну, это уже, ну, я считаю, прошлый век, однако они мелкие. Хорошо, жить с этим можно. Так что, хотели, берите, пожалуйста. Я бы ее себе, наверное, оставила, но я думаю, что я ее продам или отдам своей сестре, потому что у меня есть Биперфект, у меня столько уже этих палеток. Ну, куда мне? Куда просто мне все это девать? Оно будет лежать, я пользоваться не буду. У меня к ней не тянулась рука, но она среднего качества. Да, я не могу похвалить ее и сказать, что вау, бесподобно, хоть и цветовая гамма моя. Немножко иду тут по кругу, вокруг да около. Далее, вот эта помадка, такая красивая упаковочка, я ее уже, наверное, могу выкинуть. В разы лучше, чем NYX. Не потому что я NYX недолюбливаю каким-то образом. Помада от NYX, честно говоря, была очень хорошая, но она склеивала губюхи. Эта вещь, когда застывает, она вам губы не склеивает. Это очень приятная текстура. Блеск здесь вот этот немножко отличается от того, что был у NYX, и немножко отличается, ну, естественно, от Max Factor. Самые лучшие помады вот в таком формате из масс-маркета, вот сейчас очень дорогой, поэтому посмотрите на Max Factor. Но я не уверена, что там есть именно такой оттенок. У меня это, кстати, какой оттенок? Я не вижу. Honey Glazed Plain 38001. Светленький, короче. Да, так и называется Plain 38001, окей. Plain в плане пла-ин, а не самолет. Ну, типа Plain. Как Blank. Whatever. Хорошая вещь, хорошая. Наверное, я не припомню, что я говорила про Max Factor. Давно дело было. Еще оттенок похож на Sugar Cookie, который Too Faced выпускает только к Рождеству в свои лимитки. Там есть Sugar Cookie обычно в наборчиках. Эта вещь на нее похожа по оттенку. Это мой любимый оттенок, но он иногда на мне выдает розовинку, в зависимости от того, какой тон кожи у меня в данный момент, когда я ношу эту помаду. Ребята, вот этот клей от Unicorns Approve. Да, я его тоже Approve. Не только Unicorns его одобряют, эти единороги. Мне нравится этот клей, потому что он не лучше BH Cosmetics. Но если у вас есть возможность, берите, конечно, BH Cosmetics. Однако, это хорошая бюджетная вещь. Это не NYX, да. Многие люди знают про клей для блесток только от NYX. Он хорош, да. Он неплохой. Но если вы хотите что-то новенькое пробовать, то, пожалуйста, Unicorns Approve. Ну, почти можно вроде бы купить. Но точно я брала на L'Etoile Online. Далее, Blush Crush. Ну, я не люблю румяна, поэтому оценить не могу. Очень пигментированные, тушуются по одному оттенку, могу судить, пятнами. Может, мне показалось, ребята, оцените, пожалуйста. Если у вас есть эта палетка, оставляйте ваши отзывы, потому что людям интересно читать другие комментарии. Вот это что? Это что такое? Это у меня подводки. Я бы не рекомендовала. Однако, вот из того, что есть в масс-маркете сейчас доступного, это Root Cosmetics и, скорее всего, Makeup Revolution. Это в разы лучше, чем Makeup Revolution, потому что оно хотя бы... У меня был обзор на Makeup Revolution. Там вообще как будто мел разведенной водой. Поэтому то я вам не могу рекомендовать, а вот эта палеточка хороша. Хорошей для души можете взять. Еще в такой коробочке идет тоже очень приятно. Мелочь, а приятно. Есть еще Seven Days, но те вообще пробелами наносятся. В принципе, как и здесь фиолетовый. Мне, да, плохо нанесся. Вот, поэтому, да, могу вам рекомендовать, если хотите, лучше, чем другие его конкуренты. Тонка Трис. Я продолжу наносить столько, сколько я наношу, и к концу дня я продолжу выглядеть как губка. Это зависит вообще от того, какая температура, и выхожу я на улицу или нет. Но в целом, окей, да, тон... Блядь, я больше люблю Maybelline. Уж извините, ребят, Maybelline как-то мне более по душе, более мое. Здесь неплохо, он самофиксирующийся, он жидкий, приятный. Если у меня вообще больше не будет никакой опции, я бы его брала, потому что, я говорю, я в семнадцатом году допользовала его до конца, мне он нравился. Просто надо уметь наносить и фиксировать. Все-таки, несмотря на то, что он самофиксирующийся, на моей нормальной коже к концу дня я вижу проблемы. Быть может, это зависит от ухода, потому что сегодня на мне кремик от Beauty Bay, и выгляжу я достойно, да. Тон хорош, хорош из масс-маркета. Нормальный. Ну, это не аналог Double Wear, не надо об этом думать. Консилок от Riss True Skin. Неплох. Ну, обычный консилер как консилер, но если выбирать, то где у меня от Essence, я выберу Essence, я люблю плотные вещи. Это не среднее покрытие, у него очень легкая текстура, но он все хорошо перекрывает. Помада для бровей от Top Face, это вообще шик блеск лоск. Карандаш у меня, кстати, сегодня от Stellar из коллекции Diamonds. Гель для бровей Luxe, визаж вообще шикарный. Да, ребята, будет, наверное, подборка белорусской косметики. Я думаю, что я куплю, надеюсь, что смогу купить хоть что-то и показать вам то, что у меня уже есть в коллекции из сегмента белорусской косметики. Думаю, что да. Ну, или покажу, что у меня есть, потому что раз оно у меня до сих пор есть, значит, оно мне очень нравится, я этим пользуюсь. Ребята, вот такой был обзор, что у вас есть. Если брать что-то одно, то однозначно клей для блесток, если вам вообще такая вещь нужна. Я на такие штуки наношу всевозможные металлики, спарклы и рассыпчатые, естественно, пигменты. Вот там это нука, которые сияют. Матовые я на клей не наношу. Ах, да, и помаду для бровей, ребята. Ну, вообще шикарная помада. У меня 007 оттенок гранит. Что у вас, ребята, есть? Если есть что-то, пишите, пожалуйста, свои отзывы. А сейчас нельзя призывать вас подписываться на одну из моих соцсетей, поэтому я пожелаю вам хорошего дня. Прощание придется поменять. Не знаю, надолго или нет. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо и понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете подписаться на меня здесь. Я не знаю, на какой площадке вы меня сейчас смотрите. На Яндекс.Дзене или на Ютубе. И также, пожалуйста, не забывайте поставить свой лайк, оставить очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм. Да, я ссылку оставлю в описании. Там я выкладывала раньше такой более повседневный контент, такой чилл, или то, что я для лучших друзей выкладывала в сторис в одной из соцсетей. Поэтому туда я выкладываю всякие такие штуки. А сейчас, наверное, буду делать какой-то косметический контент тоже туда. Спасибо большое за поддержку. Всех люблю. Всем пока. Томми Хилфигер, блядь. Остатки былой роскоши. Как я делала. Я работала. Я работала. Работала такая штука. Я наносила вот такой плотный. Я наносила самый темный. Я наносила самый темный оттеночек. Я наносила самый темный бордо вот этой кистью. Перезаписываю уже седьмой раз это слово, эту запись. Чего?